МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почтальон может или в домовладении, или же на почтовом отделении связи принять оплату за налоги и госпошлину. Это оплачивается наличными деньгами, также можно оплатить это по УИНу, по идентификационному номеру, или, допустим, по штрих-коду, если имеется квитанция. Чтобы вести такое новшество, в Ульянском филиале Почты России закупили 250 специальных мобильно-кассовых терминалов и организовали обучение своих почтальонов. Да, конечно, для наших почтальонов достаточно необычная техника, непривычная, и достаточно она непростая, сложная. Поэтому вопрос обучения у нас для нас очень важный, для них актуальный, и мы этим непрерывно занимаемся. И тренинги проводятся, и обучение, и, естественно, каждый день платежей, они имеют не только моральную, но и материальную стимуляцию почтальону. Они за каждый такой платеж у них происходит определенная доплата. Апробация подобной оплаты идет уже несколько месяцев, и в ближайшее время охвазит все районы области. Отметим, что процедура не бесплатная. За услуги платежа госпошлины будет взиматься комиссия в размере 3%, но не менее 15 рублей. По окончанию процедуры гражданину будет выдаваться квитанция об оплате. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова